Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам о самых древних породах собак. В 2004 году ученые провели генетическое исследование и выяснили, какие породы собак наиболее близки по фенотипу к волку. Так появился список самых древних пород собак. При этом важно заметить, что несмотря на близкое родство с волками, многие из представленных пород на своих предков совсем не похожи. Какие же породы собак были признаны учеными самыми древними? Давайте разбираться. Бассенжи родом из Африки и до конца 19 века о них почти ничего не знали в Европе. История породы уходит примерно на 5000 лет назад. Эти собаки упоминались еще в текстах нубий и древнего Египта. Бассенжи естественная порода, ее не выводили специально. Следующая древняя порода Чао-Чао. Эти собаки родом из Китая, их история насчитывает несколько тысяч лет. Однако сейчас представители породы отличаются от своих предков. Чао-Чао сильно изменились за 20 век, когда за них взялись британские селекционеры. Еще одна древняя порода собак Шарпей. По одной из версий современной Шарпей произошел от короткошерстных Чао-Чао. По другой, в родословной этой породы не обошлось без мастифов. В древнем Китае Шарпеев пытались сделать бойцовскими собаками, но бойцов из добрых и уравновешенных псов не получилось, и постепенно они переквалифицировались в охранников и компаньонов. Пекинес. Еще одна порода, попавшая в Европу из Китая. На протяжении столетий представители породы считались дворцовыми собаками китайских императоров. Члены императорской семьи и их приближенные носили этих лающих в рукавах одежды. Настолько маленькими были эти собаки. Есть также данные о том, что щенков плотно пеленали и кормили особенным способом, чтобы предотвратить их рост. Поэтому современные пекинесы намного больше императорских собак. Акито-ину также относятся к одним из древнейших пород. Согласно археологическим находкам, собаки внешне очень похожи на Акито-ину, жили в Японии во втором тысячелетии до нашей эры, и генетика подтверждает это. В древности Акито-ину преимущественно использовались для охоты. Сиба-ину также является древней японской породой. Внешне эти собаки очень похожи на Акито-ину, однако Сиба-ину появились позже. Представители породы активно использовались для охоты. Сейчас Сиба-ину, как и Акито-ину, считается достоянием Японии. Сибирские хаски – еще одна из древнейших пород. Даже внешне эти собаки похожи на волков. Слово хаски произошло от слова эскимосски. На северо-востоке Сибири эта порода была приручена и выводилась чукчами, а в Америке похожие собаки были у эскимосов. Аляскинский маламут – еще одна порода, внешне напоминающая волков. Как их дикие родственники, маламуты почти не лают. Эта издовая порода была выведена северными народами. Название породы произошло от названия одного из эскимосских племен на Аляске. Следующая древняя порода в нашем списке – салюки. Первое изображение собак, внешне похожих на салюки, относится к середине 4-го тысячелетия до н.э. Веками эти борзы жили с бедуинами, которые охотились с ними на газель и другую дичь. Салюки были собаками-помощниками, высоко ценились своими хозяевами. Самоед – еще одна древнейшая порода собак. Некоторые группы северных и уральских народов в России называли самоедскими. Отсюда и пошло название породы. История породы насчитывает более трех тысячелетий. По одной из версий, эти собаки ведут происхождение от отомашненного белого волка. Таков топ-10 самых древних пород собак. Именно эти собаки наиболее близки к общему собачьему предку – волку. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!